Привет, привет, здравствуй! Сегодня я наконец-то протестирую вот эту самодельную 3D ручку. Такими материалами как поливинилфлорид. Вот таким замечательным материалом полученным из автомобильных фар. Не знаю как его правильно назвать. Вроде Акреплекс. Ну и конечно же попробую порисовать вот этой замечательной пэт бутылкой. Я покажусь процесс от начала до конца. То есть распущу ее, протяну, засуну в ручку и посмотрим насколько она плавится. Также я попробую склеить вот такие пэт листы тоже пластиковой ручкой. Насколько это возможно. Давайте посмотрим. Ну для начала я покажу вкратце как собирал эту ручку. Конечно велосипеда тут не изобретено. Как всегда собирал из того что нашел. Корпус я попробовал собрать из старых видеокарт. Блок управления температурой и скоростью подачи филамента. У меня послужит китайская паяльная станция, которая чуть не спалила мне квартиру. Ну и конечно же я взял некоторые детали от 3d принтера. Ссылка на полную версию этого видео. Как я собирал этот прибор. Похоже на 3d ручку. Я оставлю в описании снизу. Начну пожалуйста ПВХ. Это ядовитый материал и придется работать в противогазе. Давайте немножко покажу справку где и откуда как я его получил. К сожалению в наше время ПВХ валяется также как пластиковые бутылки. А раньше ведь у кого стояли пластиковые окна, тех считали богатыми. Сейчас напилю кусочки и закину в китайскую кастрюльку. Прям могу предположить, что вы напишите ой надо было болгаркой пилить. Крошить я буду тоже в респираторе, опасаясь мелких частиц, кто знает как они смогут повлиять на здоровье. Да и поставлю еще дополнительную защиту корыта от телевизора. А то в прошлый раз ножи чуть не вылетели, кто не видел ссылочка сверху. На мой взгляд филамент показался ну очень прочный, да еще и эластичный. К сожалению отдирается вместе с бумагой плохо, надо какую-то другую поверхность. Жаль, что я сохранил не все полимеры, с которыми проводил эксперименты. Очень хотелось бы попробовать 3D ручки, полиэтилен низкого и высокого давления. И конечно же полипропилен, не говоря уже о других экзотических пластиках. Например таких как 50 летний пластик, который я притащил с бывшего ядерного реактора. Попробую соединить все это безобразие. Конечно же всякими художествами здесь и не пахнет. И вообще это мое первое знакомство с 3D ручкой. Конечно не произведение искусства, но как видите соединилась вообще отлично. А давайте попробую может быть вверх. Поливинилхлоридом можно рисовать, только конечно нужен неплохой обдув. Давайте уже попробую вот этот красивейший материал полученный из автомобильных габаритов. Как и где его получил, давайте покажу немножко. Как этот материал только не называют. И акриловое стекло, и плексиглаз, акриплекс, акрил, метаплекс и многими другими названиями. Из этого материала много что делают. Например очки из оргстекла или жесткие контактные линзы. Я решил автоматизировать процесс и загрузить весь материал в импровизированную пластикомойку. Благо куски большие и надеюсь, что острые края не повредят резиновую прокладку. Конечно же и для испарения влаги я нашел прекрасный бытовой прибор. Так что на время духовой шкаф преобразуется в пластикосушилку. С таким прочным материалом китайская кастрюлька еще не имела возможности познакомиться. Да мне и самому интересно насколько ножи разобьют этот прочный полимер. То что вы сейчас видите это не дым и не пар, а мелкие частицы пластика. И чтобы не надышаться я выполнял эту работу в респираторе. Измельчился очень хорошо для экструдера. Эх жаль что у меня нет башки прямого действия, чтобы можно было сразу печатать этим порошком, минуя преобразование в нить. Экструдировать филамент пришлось с хорошим обдувом возле сопла, иначе филамент приобретал какие-то непонятные бугры. Но с помощью обдува вся эта проблема решилась. Да, пожалел что не поставил автономочник. Материала получилось очень много. Для тестового рисования акрилом я выставлю более высокую температуру. К большому сожалению других диаметров сопла у меня нету. Видно что сопло диаметром 1,2 миллиметра, но мягко так скажем очень большое. Ну неплохо, неплохо. Габариты можно чинить путем наплавления. Давайте теперь попробуем стенку. Да и конечно же здесь нужен серьезный обдув. Ну как тебе такой метод прописи? Ну а теперь попробуем рисовать пэт бутылкой и начну я прямо с самого начала с полуфабриката. Сейчас загудят доброжелатели. Фу помоешник да как ты можешь, там же грязно все. А мне пофигу, я считаю что наоборот приношу пользу. Ведь эти пластиковые бутылки разлагаются от 400 до 500 лет. В Таиланде я видел целые плавучие острова не в один квадратный километр. С некоторых бутылок этикетки сдираются очень легко, но вообще это делаю с помощью строительного фена. Станком по протяжке пэт ленты я тоже не буду пользоваться. А воспользуюсь вот этим моим стареньким 3d принтером. Это скажем так для лентяев, кто не хочет заморачиваться и собирать все различные станки для протяжки. Полную версию такой протяжки вы тоже сможете посмотреть на моем канале. Вот немножко пэт я получил, давайте уже юзать ручку. Температуру приблизительно я выставлю около 250 градусов. Такую температуру я использую для печати на 3d принтере этим самодельным филаментом. Ну что, пэт тоже давит. Класс! Да, конечно, от бумаги его очень сложно отделить. Надо на какой-то другой поверхности. Видно, что материал немного кристаллизуется. Все-таки думаю, что и диаметр сопла должен немножко меньше быть и обдув какой-никакой. Пэт капризный материал в этом плане. У меня же есть еще и зеленый пруд. Сейчас перезаправлю. Ну а теперь попробую соединить. Какой-то клеевой высокотемпературный пистолет получился. Вам так не кажется? Сделаю, пожалуй, небольшой пэт-лист из этой бутылки, чтобы попробовать. А можно ли соединить этой ручкой? По формовке пэт-боксов, я думаю, вы тоже видели в моих прошлых видео. Так что особо объяснять тут нечего. Вот как корпус погнуло. А у меня ведь на него планы были. В данном случае, конечно, не мешало бы установить ручку стационарно. И уже как на швейной машинке, например, двигать под опытные листы. Но тут я уже решил поизвращаться и склеить сразу несколько пластин. Вот такой, пока еще сырой, но уже рабочий образец 3D ручки или клеевой ручки получился. Я уже заказал сопла разной длины и диаметра. Ну и конечно же версию 2.0, я думаю, мы с кем-нибудь из вас вместе соберем. Давайте немножко порисую на бумажке, что я хочу. Для регулировки температуры и скорости мне хотелось бы применить все-таки аналоговые переменные резисторы. Для более оперативной подстройки. Также на подачу филамента мне нужно что-то помощнее на вроде шагового двигателя. Возможно в будущем филамент будет и 5 и 10 миллиметров. Но о термосопротивлении и о нагревательном блоке я думаю вам и так понятно. Конечно хотелось бы еще какую-нибудь индикацию. Пусть это будут даже светодиодные сегменты, не говоря уже о LCD мониторе. Ну как, ты готов мне помочь и взять всю электронную часть на себя? Видео совместное получится очень интересным. Илья из Подмосковья прислал мне вот такую каплестроенную головку. Очень интересная деталь. Буду изучать эту технологию и может быть в будущем что-нибудь и получится. Если тебе нравится мой канал и ты хочешь сделать, чтобы я снимал больше видео. Это в твоих силах! Тебе просто все нужно поделиться ссылкой моего видео. Чтобы вот по этому счетчику я видел насколько людям интересно все что я делаю. Да и закидывай свои нереальные и безумные идеи. Но я с тобой не прощаюсь, не болей и храни тебя и твоих родственников Господь! До встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое не отмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала.